Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мислав Микаков Ты Я тебя сюда поставил Виноград окуривать Туда смотри Совесть у тебя есть Двигайся, пошевеливайся Ражерел как свинья Интересно, я твой план выполнять буду Слушай, что у тебя за язык Хоть вырви А вам лишь бы зубы скалить. Иди-ка в тот ряд, они будут довольны. Ой, оставь ее себе, ради бога, а то мы дневной нормы не выполним, верно? А ты, Михако, оказывается, злюка. А говорят, толстые все добряки. О, да. Кола, что опять с твоей женой? Чего спрашивать? Все знают, что после смерти первого мужа я никак не оправлюсь. Сердце все время болит. И зачем я пережила своего океана? И зачем он не взял меня с собой в могилу? Ну уж, раз он тебя с собой не взял, то сперва надо было по нему отплакать. А уж потом выходить за колу. И не морочить ему голову. На такую должность грубияна выбрали. Так что, Кито, какое твое будет решение? Не знаю, не знаю. Молчит мое сердце. Сколько не спрашиваю, молчит. Оно, видно, бедное заждалось. И для любви закрыто. Мудришь-таки, Кито, дорогая. Что хорошего одиноким жить? Белый день на дворе, а эти спят. Вы меня доведете до греха, чтоб вам... Да кто спит, что ты слушай? На минуту глаза закрыли. И спать не спали, да? Я слепой, да? Но все-таки разглядел, что свиньи забор повалили. Да. Значит, не спали. Да хоть убей, не спали. И не собирались даже. Да, и не собирались. Так вот, каждый час вы будете так орать, чтобы я вас всюду слышал. В конторе буду в конторе, дома буду дома. Поеду в райцентр и там, чтобы услышал. А, и там тоже. Понятно. Ну, я бы с такой разговором. Э, кто идет? Эй, Гио! А, что твой Гио, ты туда смотри. Девушка, вы почему не здороваетесь? Могу поздороваться. Тогда давайте знакомиться. Еще успеем. Как зовут, дорогая? Маквала? А меня Гурам. Он не Гурам. Баклашки его зовут. Ты еще поговори. Так двину не обрадуешься. Спасибо. Доченька, чья ты? Вашего Гоги. Племянника вашего. Не узнали? Ой, как же ты выросла. Совсем большая стала. Дай я тебя поцелую. Заходи в дом. Заходи, моя дорогая. Ой. Ты, доченька, уже закончила институт? Я закончила техникум кройки и шитья. К вам работать приехала. Господи, подумать только. Я у вас одену всю деревню. Красиво одену. Не пройдет и полгода, как все у вас будут ходить во всем модном. Да кто ж у нас станет в модном ходить? Не станут и не надейся. Им бы только друг над другом позубоскалить, да венца волю попить. Вот разве что за это лишние трудодни выписывать будут. Тетушка Тэко. Это кто же? Гоги дочка, нет? Гоги. Гоги. Как узнала? Ой, боже мой. Ты смотри. Ну, вылитая. Прямо вылитая. Гоги. Живой Гоги, как под копирку снята. Ой, мэ. Стой. Выходи. Ты, парень, с портнихой новый знаком? Нет. А что? А то, что отвяжись от нее. Ты что, офонарел? В глаза я ее не видел. Ладно, на всякий случай. Вот ты-то теперь офонареешь. Девитошвили, Анечка. Что это? Ну, что это такое? Не жалеешь казенное имущество. Держи. Доброе утро. Доброе утро. С председателем можно поговорить? А в чем дело? Входи, дочка. Я председатель. Очень приятно. Я окончила техникум кройки и шитья в Телаве. Существует проблема с современной одеждой. Я буду решать ее в вашей деревне. Садись, дочка. Спасибо. Вернее, мы с вами будем решать. Понятно, дочка. А я думал, как раз, какую бы мне такую проблему найти, чтобы не сидеть без дела. Урожай что? Он ведь сам с собой соберется. Ну, там культ работа, спорт работа, еще баню строить, библиотеку. Ну, это главное. Я очень довольна, что вы это понимаете. Итак, начнем мы с того, что достроим салон. Потом устроим показ мод. Вас ведь тоже приодеть надо. Кстати, таких воротничков теперь не носят. Знаешь что, дочка? Моя бы воля, я бы отправил тебя туда, откуда ты приехала. Конечно, что за жизнь без салона? Ну, пошлись бы. Но бумага есть бумага. Вот будет собрание, там все и решим. До свидания. Что там за портниха новая? Что вчера было, ничего не помню. Выпили мы у соседа, знаешь. Чуть в вине не утонули. Правду говорит. А меня к соседу почему не позвали? Ну, у кого спрашиваю? Что там за портниха? Такая, только к облачков, городская. Ага, хорошо. Ладно, я вам это припомню. У меня память не отшибла. Киян, где ты, муж мой, любимый Киян? Безбрежна любовь моя, как океан. Но все ж не смогла она смерть победить. От тяжкой болезни тебя исцелить. Киян, вероятный тяги лицей. Я не сегодня, ищи я, скорей. Ты знаешь, от чего я, а сера до кала. Ага. Зачем же? Зачем от меня ты, родной? Ушел и унес мое счастье с собой. Пока я жива, мной ты будешь любим. И в сердце останешься мужем моим. Знаешь, как мой Киян меня любил. Бывало, очистит огурец, разрежет. И одну половинку себе возьмет, а другую мне отдаёт. У нас с ним и гранаты были, и айва росла. Хватит тебе. Огурец очищу, айву посажу, гранат. Что еще придумаешь? Электричество кто провел? Твой Киян только не знал, что керосиновую лампу. А я все думаю, что это он меня не попрекает электричеством. Так попрекнул все-таки, не удержался. Пейнчуга. Был бы культурный. Так умел бы обращаться с женщиной. На обед трава, на ужин трава. Ты уж паси меня в огороде. Быстрее, быстрее. Ну, давай, честное слово. Я иду, иду, да. А ты зачем такой красивый явился? Вот так вас всегда. Не зовешь, вы тут как тут. А позовешь, не дозовешься. У меня тут дело. Иди, иди. Живей, живей. Ну, что ты плетешься? Ах. Ты смотри, какой он притихший. И какой он влюбленный. А ты знаешь, какое приданное у портнихи? Целые сундуки. А он какой-то боитый. Камешек найдет, домой тащит. Ладно вам, отцепитесь. Садись, дочка. Дорогие мои земляки. К нам прислали на работу выпускницу Тилавского техникуму кройки и шитья имени товарища Кирова Квенцашвили Маквалу. Этому замечательному человеку доверено ответственное дело обшивать колхозное крестьянство. Вот, например, скажите, кто поверит, что вы в такой одежде можете выполнить и перевыполнить плат? Никто не поверит. Шить новую одежду будете в обязательном порядке. Прошу о деньгах не беспокоиться. За пошив вычтем, как обычно, из ваших трудодней. Как это из трудодней? Новости. И все вместе, товарищи. Кто хочет выступить, прошу сюда. Так кто хочет выступить? Никто не хочет. Я продолжаю. Наша Маквала просит поскорее построить салон. Если все отработают хоть по одному дню, пополам никто не переломится. А в срок уложимся. А если я всегда сама шью себе платье? Нельзя, запрещается. Так вы уж подстригите всех одинаково под одну гребенку. Сядь на свое место не кричи. Я тебе еще слова не давал. Слушай, я же знаю, это все твои выдумки. Сначала спорт, кино, а теперь моды. А ну, пропустите, нечего тут стулья просиживать. У меня дома корова недоенная. И плевать я хотела на ваши салоны. Уйди. Подвожу итог. Как только я вызову, чтобы все вышли на стройку. Наш первоочередной объект в салон. Сюда, пожалуйста. Вот он вас отвезет. Не гони потихоньку, а то я тебя знаю. До свидания, дорогая. До свидания. Давай. А как у вас зовут? Маквала. Бурнут. А вообще-то я Давид. Но про это все забыли. Хорошая у нас деревня? Хорошая. Самая хорошая. А люди еще лучше. Ты у тетушки ТЭКО живешь, да? Да. Родственница. Однажды она щенка мне подарила. Теперь огромный пес вырос. Сторож в доме. Больше всех меня любит. А где живет? В будке? По всей деревне бегает, когда тепло. А снег выпадет. В будку залазит. До чего же я люблю снег? Выпадет. В свое время, конечно. Через эту веревку переступит только тот, кто выполнит свою норму. Да ладно, ладно. Что мы все будем разговаривать об одном и том же? Давайте уж кончим этот салон, а они уберут свою веревку. Куда? Куда? Домой. Я тут два дня отработал. Один лишний получается. Чего еще надо? Постой. Проверю. Жена. Домой. Скорее не можешь? Еще смеется. Привык бабам зубы показывать. Филис. Как твоя? Снова в Польшу за сервизом собирается? Конечно, собирается. Что ей делать? Им же одного мало. Он у них всего на 12 персон. А ей желательно на 24. Не дает вам мой сервиз покоя. Может, преподнесешь ей? Она у нас скоро замуж выйдет. А до всего колхоза будет подарок. Слушайте, что вы ко мне одному прицепились? Вон херхал, вон кола. А сервиз к свадьбе подарю. Чего сидишь? Иди обедать. Не хочу. Здорово. Куда твой парень делся? Вон он. С машиной возится. Чего-то не в духе он. Как виноградник без воды иссох. А что? Может, тут женщина какая-нибудь? Не знаю, и в кого он уродился, такой Рохля. Разве он Рохля? По-моему, нет. А вот что в такую пору влюбился, это он зря. Это ты про моего сына? А что же он должен делать, если к нему любовь пришла? Влюбился? В кого? В эту? Это кто же врет? Злишься. Меня не проведешь бурнуть. Я уже сколько лет влюблен. У меня из-за этого в сердце перебой. Ничего тут смешного нет, если человек страдает. Ты вон тоже стал, как сухое полено. И еще не так высохнешь. А жизнь, в общем, неплохая штука. Где твой стыд? Где твоя совесть, дорог? Зачем пустила курицу в мой огород кукурузу клевать? Пусть мои слезы тебе отольются за твое нахальство. Сестру твою все проклинают. Отца твоего никак не оторвешь от бурдюка. Другие люди со стыда бы сгорели. На улицу не выходили. А вы еще задаетесь. А теперь не уйдешь. Никуда от меня не уйдешь. Стой. Не догонишь. Догоню. Нет, не догонишь. Вот уже догоняю. Ага, попалась. А ну попробуй. Дедушка, дедушка. А, пришла деточка. Пришла моя милая. Гиви мне покоя не дает. Скажи ему, дедушка. А то он воображает, что я беззащитная. Неужели мне на улицу из-за него не выходить? Чем мне пара? Или он тебе не нравится? Вот выдам тебя за него осенью и все дела. Не выдумывай, до восемнадцати лет не расписываю. Иди, пошутил я. Бурнут, у тебя не прическа, а радио волны. Этот кулак не пробовал, так попробуешь. Ну чего вы, дурака, валяете? Идите, помогите. Ты видал? Живи, живи. И для чего они это привезли? Мне вот эту красавицу. Неси туда, прямо в салон. Это он или она? Вот эта вещь. Возьми ее домой, в огороде поставишь. Бурнут, вот до чего ты дойдешь. А, иди к черну. Неси, неси. Осторожно. Вот сюда, пожалуйста. Дорогие товарищи, хочу поздравить вас с замечательным днем. С открытием салона-морт в нашей деревне. Сейчас, уважаемая наша портниха нам продемонстрирует, какую одежду рекомендуется носить нашему колхознику, чтобы каждый и рабочий выходной день стал для него праздником. Обратите, прошу, внимание, из отечественной ткани. Платье радует наш глаз. Это, девушки, для вас. Платье скроено свободно, по длине и ширине. Да, они удобны, модны и доступны. Живо домой, хватит вламываться. А тебе какое дело, нам это отец позволил. Его сам председатель попросил. Сейчас же, сию минуту. Она ничего, все на месте. Но пить близкого друга из-за такой все-таки не стоило. Тракториста не забыли. И теперь надежный он. От бензина и от пыли, спецодежной, защищен. Он в карман в любой момент может сунуть инструмент. Есть карманчик для очков и защитные очки. И, конечно же, мы рады, что одет наши винограды. Лишь набросит наш халат, все дела пойдут на лад. Очень, очень все удобно. Для работы бесподобно. Слезай вниз, не петручивайся. Эй, не порви, но вы ждали тебя навсегда. Аферизм! А для женщин средних лет нами выбран эфер цвет. И, конечно, в дождь и зной нужен зонт над головой. Зонтик, сложенный в руке. И на платье бантик нужен. Бантик на воротнике. Стильный зонтик. Ах, чтоб ты сгорела! Так вот должен быть одет человек во цвете лет. Ведь не только женщин, и людей мужского рода украшает тоже мода. Выходной костюм, жилет. От невест отбою нет. Ты и в этом костюме на виноградник сходи. Да с цинковой проволокой повозись. Неужели теперь не понравлюсь моей жене? Мы нарядом новым рады. Всех нас радуют наряды, дарят новые одежды. Бодрость, радость и надежды. Мы горды своей мечте. Мы стремимся к красоте. С каждым годом жизнь все краше. Все для тружеников наших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! Ой, Коба! Ой! Чего? Что, чего? Что, чего? Не видишь, я падаю. Скорее, иди, поставь мне лестницу! А, я иду, я иду! Ва! А, не спеши, не спеши! Ну, конечно, ничего страшного! Куда тебе торопиться? Ой, быстрее! Ой, быстрее! Э, а ты чего это залезла туда? Ну, скорее, ты изверг. Что дашь, если лестницу подставлю? Калеру я тебе дам! Калеру я тебе дам! Спасибо. Вера, не искала. У меня там для тебя варенье в тазу варится. Слушай, вот сейчас я возьму твой таз и керосинку и лампу заодно, и вышвырну их туда, откуда ты их принесла. Ты бы еще в кувшин вместо вина варенье налила. Убери все это к черту! Свои глаз! Как скажешь, как хочешь, все сделаю. Выходит, ты меня уже полюбила. Душегуб, нашел время пить лекарства! Ой! Ой! А лекарства у тебя видно горькие! А ну-ка, дай! Ну-ка, дай! А, это же водка! Водка эта! На, на, приклей рецепт на кувшин с вином и пьянствуй, проклятый, с утра до вечера! Ну, хорошо, хорошо. Оставь меня! О, Господи! Бедный киян, кого пустила в свою кровать его жена! О! Ой, Господи! Ой, мой киян, почему я не шила тебе черное платье? Тогда бы все видели, что я твоя вдова, а не жена этого горького пьяницы! Ой, киян! Ой, Господи! Теперь слушай, как у меня вышло с Симоном. Низенький был, курчавый, но посмотрит на меня так, бывало, что я огнем вместе с платьем горела. Низенький был, он курчавый, но смотрел, что у него был за взгляд, с ума можно сойти. Ну, вот, как-то приезжают ко мне сваты на Фаэтоне и привозят одного такого дилду. Увидела я его и думаю, не пойду за него, нет. А он навез много подарков. Черные лаковые туфли с белыми носочками, еще золотые часы с золотым браслетом, ридикюль, косынку. Тут я засомневалась, неужели мне лишаться такого добра ради красивых глаз Симона? Маквалла, встретила я Симона на другой день и все на свете забыла. Эту ночь я провела с ним на стоге сена у них на винограднике. Боже мой, какая я была счастливая, Маквалла! Какая я счастливая! Эх, милая! Я и сейчас, как увижу стог сена, так в дрожь кидает. А мой папаша, представляешь, и не подумал меня спрашивать, а взял и выдал за этого дилду. Скуп он был, мой первый муж Маквалла. Желчный, кислый, просто как лимон. Я ему и в мыслях изменяла. Ну, а тут красавец мой, Симон. Вот и не смогла, не устояла, запах сена, шёпот и любви. А потом от мужа я сбежала. Что мне оставалось? Селеви. Хватит, слушай, дай покой этой девушке. Насмерть хочешь её заговорить? А ты знаешь, не встревай в наши женские дела. Маквалла? Да. Это тебе от председателя. Вон он сам ведёт. Из-за этого надо шить спецодежду для всего колхоза. Сошью. Ай, бабула! И так красавица была, а сейчас так и вовс. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Маквалла, милая, с них первых снимай мерку. Они полевые сторожа. Им спецодежду в первую очередь. А то эта парочка под предлогом примерок начнёт шляться по всей деревне. Виноградник без присмотра оставят. Спасибо, Маквалла. Здравствуйте. Маквалла, шей мне чёрное платье в память о моём первом муже. Пожалуйста. Слушай, женщина, дай ему покой хоть в могиле и нас оставь в покое. Мы шьём только спецодежду. Ты это можешь понять? Только рабочую спецодежду для колхозников. Грубый ты человек, а ещё председатель называется. Бедный киян. Иди, иди отсюда. Только любовного письма не пиши. Не советую тебе. А то всё дело испортишь. Заткнись! Ладно, я предупредил. Не хочешь слушаться, не надо. Взять у дома за джинсы. В баню сходить. А завтра с утра зайти в салон и сразу признаться ей в любви. Самое главное не распустить нюги и стоять на своём. не видел председателя. Не заходил сюда? Нет. И где его только носят? И чёрт! Первого урока у нас сегодня не было. Угощайся. Спасибо тебе. А этот? Что от тебя хотел? Кто от тебя? Ты как будто не знаешь. Да вот этот красавчик бурнутый. А его братец в меня влюбился. И что они за нами ходят? Не знаю. Эти два болвана. Ой, боже мой. Смотри, смотри! Вот она. Вот она. Вот она. Сходи! Мы тебя видим! А говорила к паркейке, пошла. Ну, чего уставили? Или может не узнать? Кайца подавишь. Потерпела бы немного. Из сей цыплята вылупились. Мы цыплят продала. А не мало ли в село? О, да, да. Без забот в селе одна Ты бездельница жена Не зовут тебя гражданкой Называют спекулянткой Шенгелидзе Моро На базаре, как с похмелья, ты зеваешь от безделья Чемодан уже сложил, Паки Пук А то она нагрянет, будет поздно, не успеешь Очень я ее испугался, думаешь Я ее в стенгазете протащу и напечатаю эти стихи Волков боятся в лес не ходить, вот так Интересно, чего вы тут расшумелись Я свое продаю, не краденое А тебя, да пусть тебя гром убьет недоноска Я у кого-нибудь что-нибудь украла? Может у него, у этого слабака? Скажите, что... Ну ты получишь! Что она с меня хочет? Я свое продала! Да я в гробу тебя видела, так ли? Пусти! Ты же сестер шлюх своих паучит Старшие на весь район славятся И младшие не лучшие А ты подзаборник, чертов! На черта он мне пусть валяется Ты что, спятил? Это же галстук! Когда-нибудь может пригодиться Он же у тебя есть-то не просит Нагнись! Возьми, тунья-галаван Ну и что мы с этим добром будем делать? Давай заведем себе жен, а? Можно, а что? Ты что тут торчишь? Почему не на работе? Мы с Гивело решили Заведем себе жен Здорово мы надумали! Ты что, ради времени жениться в рабочую пору? А у тебя есть жена? И у него тоже! А мы с Гивело вам что, хуже всех? И денег уйдет меньше, если сразу оба! Очень вам нужны жены, что тебе, что ему! Тогда давай свою жену! Ты иди пока что виноградник, карауль А соберем виноград, я вам сам кого-нибудь посватаю И тебе, и Гивело Бацро! Народ говорит, ты вроде собрался жениться А тебе все надо, как баба любопытная Нищета и смерть рядышком идут Людям жить в нужде страшно, но живут Жизнь, понятно, ведь смерть и нищета Отвергаю смерть, лучше нищета Эй, друг! Чего ты там сидишь, как истукан? Не мог по винограднику погружить! А ты поднимись сюда Сделай глоток из этого кувшинчика И виноградник сам закружится вокруг тебя Так когда будет наша свадьба? Тогда Председатель не велит А? Нельзя говорить в рабочую пору Смотри на него, какой умник нашелся А если б самому приспичил, очень бы стал смотреть на работу Я бы точно не стал бы Пойди-ка ты, взгляни на них На наших невест Я? Какая разница, что ты, что я О работе можешь и не думать, я один буду голос подавать Мель лишь глупости Что ж я женюсь, а работу потеряю Эх, Бацро Не знаешь ты, как это приятно Теплый очаг и теплая кровать Да зачем мне тепло, я и так вот-вот расплавлюсь Эх, Бацро Какой ты у меня непонятливый Я тебе говорю о женском тепле, Бацро Эх, если бы кто перенес меня в дом к моей милашке Да А кто на ней женится, тот не прогадает А твоя милашка разве хуже? Хуже разве твоя красавица? Не могу больше ждать Завтра идем с ними в кино и там обручимся Правильно Доброе утро, Маквала, дорогая Доброе утро Это моя подруга, познакомься Караула Швили Кето Она стесняется Такая беспомощная, скромная Вот я и привела ее к тебе Платье ей хочется из этого материала Зашьешь? Старомодный материальчик Что поделаешь А какой вы бы хотели фасон? О господи Обязательно длинные рукава, чтоб только пальцы были видны И закрыты до самой шеи Другого она не будет носить, это точно Давайте Тридцать один Здравствуй, Маквала Здравствуй, Бурнут Тебе что-нибудь нужно? Нужно Но я подожду, они уйдут Я тебе скажу Ну все, нам уже пора идти А ты поторопись с платьем, пожалуйста До свидания Маквала Что Бурнут? Кто-нибудь тебя обидит, мне скажи Ха-ха-ха Хорошо скажу Тут у нас, знаешь, разные языками, Мелев Так ты не верь Ха-ха-ха Если что-нибудь тебе нужно, я, пожалуйста А другим не доверяй И это что, все? Ну а что ж еще? Что Бурнут? Ничего не вышло? Отбежись! Ха-ха-ха Ха-ха 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 Щемящая струна Пугая и маня Звенит в груди моей И странно замирает Так неужели любит? Любит он меня И наши с ним сердца друг друга призывают Субтитры создавал DimaTorzok 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 За то, что кончилось, слабо, их одиночество Пусть живут дружно, сладкой и счастливой жизнью Данaches Щ vigilка у нее 21 донечко Аппетитная девчонка Она моя Отца или маму больше любите? Обоих одинаково. А вы кого? Я как она. Как сыр к хлебу вы с ней подходите. За здоровье! Эй, Бацро, давай-ка им споем нашу. Ну и пусть я черный, солнцем выжжен, а зато сложен, как древний грек. И хочу быть счастлив, что я рыжий, я, как все вы, тоже человек. Эй, на доброе здоровье. Друзья, жизнь так устроена, что сегодня мы есть, а завтра нас нет. Но мы не унываем. Если кто увидит наше веселое застолье и обрадуется от всей души, вот за него и выпьем. Давай, наливай. Остановись, куда ступишь? За здоровье! Здоровье! Довольно тебе уж пить гивилот. Моя ты дорогая! Моя ты дорогая! Моя ты дорогая! Мой ты дорогая! Мой ты дорогая! Турша- energia! Мой Богожан, мани есть наним дури, Мой ты дорогая! Пал cabeza, мр provinceх지... о thumbs ног. Они когда-нибудь заткнутся? Ладно, я и сам заткну. Ты кого бьешь, а что? Такие устали! Отпишем! 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 Я брат Илья, пустое место. Чтоб я своих сестер за них выдал? А ну, иди сюда! Что ты делаешь? Отпусти его! Ну, кто сказал? Я сам! Девилок, где ты? Ай! Что же вы молчите, люди? Что случилось? Скажите же ему! Ну, куда ты нас везешь? Эй! 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 Остановись! Эй! 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 Я теперь скажу, эй! Остановись! Остановись! Вот что делать! С ума сошел! Остань назад! Что бы у тебя? Ничего, не расстраивайся, Бацро. В соседней деревне у меня такие две на примете. Не бросим же мы такое дело на полдороге. До зимы пристроимся. Будь спокойным. Не вело. Слышать не хочу о женитьбе. Как у тебя язык повернулся, нам чуть глотки не перегрызли. А что же ты хочешь? У кого что выходило без труда? У Розочки и у той вон сколько шипит. Довольно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не могу с тобой расстаться. Где ты?! Крикни и позови. Я хочу, как чел, помчаться по волнам твоей любви. Ты посмотри, Гивило! Не во сне ли я это вижу? Наши супруги сюда идут! Я хочу, ей-богу, они, милые вы мои, прощайся! Вот на что способна любовь! А что я сказал? А что я сказал? Глядите, хорошие вы наши! Глядите, красавицы! Добро пожаловать! Не боитесь! Вот это удача! Вот это подарок! Счастье! Счастье! И опять ночи, как в дивной сказке, соловей о розе запоет! Все хотят любви, томления, ласки! Это праздник чувств! Он к нам придет! Гивило! Что с тобой? Тебе нехорошо спуститься к тебе! Нет, не надо! Не спускайся! Я никогда еще так хорошо себя не чувствовал! Слышал, я сказал, брось! Пожалел бы себя! Тебе, говорю, совсем оглох! Да оставь ты меня в покое! Что случилось? Что с тобой? Успокойся! Отпусти! 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 Я хочу страдать, как мой сын! Я тоже хочу страдать! Отпусти! Отпусти! Я тебя прошу! Успокойся! Отпусти! Сердце рвется, плачет, стонет, но не может не любить. Не могу так больше жить, да и жить того не стоит. Пал я духом, как калека высох телом, жалкий вид. Был похож на человека, стал, увы, рабом любви. Чем ты спила агарари, сухо белки, сгнели я. Рахов пила ситла рули, ох, вертарак, сгнели я. Ара-ра, боби, да сет, там, да сгадо лотаре. Тазглезу дал кули тубе, и тазадар ватаре. Сердце рвется, просит, ищет, и пылает точно гор. Все равно тебя похищу и умчу за девять гор. У Большого Ореха будет стоять наша машина. С ума сошел? Что орешь? Ну, чего ты? Сам не свой. На такое дело идем, а он трясется. Ну-ка, ну-ка. В чем дело? Чего вам нужно? Ты смотри на нее. Человек по ней сохнет. Она вроде ни при чем. Лезь в машину. Нехорошо разговариваешь. Зачем приказываешь? Она сама сядет. Спусти! Эй, ты! Руками не смей трогать. А как бы ты хотел, граблями ее сгрести. Маквала, давай тихо, без крика. Посмотри, какой парень. Семьянин, трудолюбивый. Не будет другого дела. Он каменный забор. Убирайся! Вперед и снова сложит. Маквала, слушай, от любви умирает человек. Ну что, убить его за это? Ну, убей! Ненавижу! Держи, не пускай! Хватай ее! Хватай! Держи, держи! Вот тебе! Вот тебе! Ну, кому еще? Да уходим, уходим! Ну, зоевалый, ты что? Брось палку! Ну, ж нельзя пошутить! А ну, кому еще мало? Кому не хватило? Ей-богу, тронулась! Такую ведьму в дом пускать нет. Поехали! Поехали! Это кто там трубку держит? Ответь мне! Это телефон 320? Я по молчанию то узнаю тебя, кита. Ну, чего ты, наконец, хочешь? Послушай меня. Кита. Завтра я приду к тебе, когда стемнеет. Может, решим что-нибудь вместе. Ну, приходи. Ну, чтоб ни одна душа не видела тебя. А то ведь, знаешь, меня прямо живьем съедят. Все сделаю, как ты хочешь, кита. Прошу, только ни о чем не беспокойся. Открой, женщина! Чего закрылась? Украдет тебя кто. Украдет тебя. Анико. Открой. А я ведь так рвался домой. Все говорили, посидим еще. У тебя одного, что ли, жена? Балуешь ее, как княгиню какую-нибудь. А я ушел. Чтоб тебя ждала холера проклятого. Я в твой дом вошла чистой, как голубь, как порядочного мужа. И что я теперь от тебя терплю от пьяницы? О, несчастная моя голова! Дернула меня нелегкое привезти жену, а она меня теперь в дом не пускает. Ну, что она мне в самом деле жить не дает? Ну, сколько у меня жизней? Хочу буду петь, хочу буду плясать, черт меня возьми! Что хочу, то и делаю. Тутовое дерево обнимать хочу и обнимаю. А ты как думала? Привяжешь меня. Вон! А вот и луна. Какая большая? Лу-на. Лу-на. А-а-а! А-а-а! Уйди, ничего себе сила! Уйди! А, Анико! Не смей меня трогать! Не смей! Мама, я не могу больше! Кончилось мое терпение! Не могу! Ну что ты... Ну ты же хорошая, Анико! Ну... Ну зачем? Ну зачем ты, Анико? Зачем? Ну... Лучше бы он провалился, твой дом, раньше, чем я в него вошла. Жизнь мою заел, пьянчуга! Если б мой дорогой киян увидел, до чего я дошла, он бы второй раз умер! Ну зачем ты так, Анико? Уйди, не трогай! Я ухожу и не надейся, что я вернусь! Иди, иди! Интересно, как ты без меня проживешь? Эй! Ну это всё. Собственной душе не разберется. Думает, ушла и навсегда. А сама опять ко мне вернется. Кто же виноват, что и во сне образ мужа с ней не расстается. Вот, забыла фото на стене. Обязательно вернется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, Анику! Кэто! О, черт, ты ее принес. Ну, входи, входи. Ну и ну. И не лень тебе для себя одной хинкали готовить. Да чего я устала, кито, ты даже не представляешь. У меня сердце останавливается. А зачем ты так бежала? Куда спешила? Я не от спешки устала, от одиночества. Сидишь вечно дома, не с кем словом перемолвиться. Все только думаешь, думаешь. Вот такая голова у меня распухает. Э, бабула, тебе хоть есть что вспомнить? Замужем была. А я весь век в одиночестве. Видно, такая моя судьба. Ты-то все повидала в жизни. Да, повидала, кито. Если мне чего-нибудь не хватает, так это пятого замужества. Для полного счастья. Кито. Кто это? Так поздно, что ему нужно. А кто это? Кто-нибудь еще его увидит? Ой, боже мой, меня же камнями забросают. Что же делать? Скажи ему, что я за хворостом ушла. Он увидит, что ты одна и уберется. Как живешь, бабула? А? А кито где? Кито? Да. Кито за хворостом ушла. В тот конец деревни. Не скоро вернется. Я ей тыкву принес. На ее заборе росла. Не мог же взять себе. Правильно сделал. Поухаживал за одинокой. Эх, Ирхал. И мне дома одной тоскливо. Вот я и пришла. Да, плохо одной. Чего ж ты ходишь, как олениха без оленя? Я знаю, сердце у тебя еще не затянуло пепло. У меня и правда оно ждет любви. Но где найти надежного человека? Ты-то знаешь, какой я красавицей была. И почему так получилось, что я как полевая мышь одна дни свои должна коротать? Да, красивая была девчонка. Листья бывало шелестели, когда шла по деревне. А какая фигура у тебя была? С ума сошел! Ну, где же и кито? Придет, никуда не денется. За кито давай выпьем. Ну, выпьем. Бог ее знает, где она сейчас руки охвороста обдирает. Выпьем. За ее здоровье и чтоб кончилось ее одиночество. Выпьем за ее непорочность. Ты, солнце свет, хочу быть с тобой. Уйми, дорогая, сердечную боль. Пусть знают все, весь мир под луной, что я пленен твоей красотой. Херхау, с первого класса я в тебя влюблена. Ты еще помнишь, как разбил мой кувшин? Ага, а как же. Какой ты был тогда неукротимый. Давай за нашу тайную любовь выпьем, бабула. Давай. Люблю тебя, бабула. Ой, брось. Разговоров боишься. Я увезу тебя отсюда. Не бойся, дорогая. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Боже мой, ну я прошу тебя, я тебя умоляю. Только не здесь. Боже мой, пойдем куда угодно, но только не здесь. Херхау, я умоляю тебя. Не бойся. На тебе мое кольцо, дорогая. Бабула. Ну, подожди, подожди. Я пойду с тобой, хоть на красивую. Бабула, моя бабула. Бабула. Бабула, моя баба. Бабула, моя баба. Что ж, довольны вы вполне, знали б вы, как горько мне, и опять тому причиной легкомыслия мужчины. Вот и снова я одна, и постель так холодна, но не буду до кончины даже думать о мужчинах. Вставай, бурнут, бригада ждет твою машину, и несовестно тебе. Шангелидзе Моро, здесь я. Наси на здоровье. Спасибо. Аферист, здесь, здесь. Держи. Когла Мазашвили Бабула. Пропусти. Иду, иду. Это тебе. Ну-ка, примерь. Спасибо. Качрилишвили Кола. А для Анны? Там он. Пакипука. Я здесь. А где он сам? Болит. О, серьезно? А что болит? Конкретно? Ничего. Ай, с ума они меня сведут. В другого времени не нашлось болеть. Сейчас ему захотелось. Гиви, где твой брат? Она еще спрашивает. Сама вывела человека из строя. А ну-ка, пойдем. Что ты задумал, дурно? В пастухи иду. Чего это вдруг? А что меня тут держит? Да как тебе не стыдно? Зачем ты мучаешь себя и меня тоже? Иди. Иди в свою машину. Вся деревня тебя ждет. Ну что ты как маленький? Маэру. Пойди встань. Ты что, не хочешь фотографироваться? А, нужна ваша фотография. Я вам на ручей загляну, вот тебе и портрет. Помрешь, в ручеек не заглянешь. Пойдем, пойдем. Детям на память останется. А, пристал, липучка. Делать тебе нечего. А ну, пропусти. Ну, становитесь, становитесь. Маквала. И так, сколько времени ждать заставили, товарищи. Иди. Маквала. Спасибо. О, спасибо. Спасибо. Пойди сюда. Давай. Вот, пожалуйста. Большое спасибо. А это ведерко сюда. Так. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Счастливого пути. Счастливого пути. А ну, быстро в машину. Работать надо. В этом и будем работать. А я думал, новые халаты только для фотографии. Ты думаешь, что говоришь? Да неужели только для фотографии мы бы столько сил потратили? Вот с этой девушкой. Давайте все на машину. И хоть наизнанку вывернетесь, но удистерите свой трудовой подъем. Быстрее, быстрее. Иди быстрее, дочка. Проходи. Проходи, проходи. Помоги ей подняться. Послушай. Неужели мне потерявший первого мужа подходит такой веселый цвет? Да не потерян твой муж. Он будет жить в нашей памяти, пока ты жива. Я с машины. Одели нас во все одинаковое, чтобы мы личные порывы попридержали. И на винограднике побольше работали. Моя жизнь сплошные личные порывы. Что меня остановит? Вот эта тряпка. Иди садись. А какая тихая стала на ровном халате, а? А что, я теперь как все и рада. Как-то на душе спокойней стала. Ага, иди садись. Возьми ведро. Дай руку. Тихо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»